Друзья, всем привет! Приветствую, друзья! Ну что, у нас наступил такой уже переломный момент, когда мы уже дальше не можем... Не знать сроков. Не знать сроков, поэтому сейчас мы едем в офис к застройщику. Мы хотим реалтору Джинджер этой позадавать вопросы, чтобы понять, что нам делать, от чего нам отталкиваться. Здесь мы должны съезжать. Мы подписали документ до 1 ноября. Здесь мы последний день. Плюс мы уже заказали... Последние дни. Плюс мы заказали уже холодильник, стиралку, сушилку. Нам надо уже куда-то ее завозить сюда. Мы ее просто физически не вопрем. Поэтому у нас накопилось, и нам нужно ответить. Самое главное, 18 октября у нас заканчивается фиксация банковского процента. И после этого мы должны продлить эту фиксацию. И каждый день она будет стоить 38 долларов. И нам нужно хотя бы знать приблизительные сроки. Да, нам надо знать, если мы продлеваем, то на сколько. Потому что если мы продлим на 2 недели, и в 2 недели не уложимся, то продление дальше будет стоить гораздо дороже. Нам надо знать, на сколько времени продлить. А если продлим на месяц, нам придется заплатить за месяц. А мы переедем, возможно, через 2 недели. И за 2 недели лишних мы заплатим за фиксацию процента. А 2 недели это почти 800 долларов. Хотя бы приблизительно, хоть какие-то. Хоть 3 месяца, 2 недели. Какой хотя бы приблизительно срок. В общем-то, мы сейчас поедем. Сначала на дом зайдем, посмотрим, что там. Потому что мы не были там давно. Еще нам стало известно, что наш апартмент еще не сдан. То есть его никто после 1 ноября еще не зарезервировал. То есть мы можем, как бы, имеется еще такая возможность заехать в офис и продлить его, скажем, на тот период, который нам надо. Мы еще эту возможность не утратили. Поэтому мы сейчас Оу и Джинджер будем узнавать и, возможно, там заедем в офисе и продлим числа до 15-го, наверное. Приехали в мусорку выкинуть. Мусор. С виду ничего не происходит. Скорее всего, внутри то же самое. Ну, может быть, они там что-нибудь... Унитаз, может быть, установили. Ну, и то. Под вопросом. Вот этого фонаря нет. И, скорее всего, не будет. Но машины нету возле офиса. Ой-ой-ой-ой-ой. Это он имел в виду машину... Бля, даже унитаз не поставили. Это он имел в виду машину риэлтора. Они даже унитаз не поставили. Время идет, не тают день за днем. Они ничего не делают. Ничего. Никаких перемен. Как меня бесит это. Насчет этого... Двери в душе тоже никаких ответов. Татьяна написала, по идее, должна быть дверь в душе стеклянная. Но джинджер опять-таки ей не отвечает. Меня удивляет то, что они не отвечают. Никаких перемен. Травка вроде отжевает сало. Как-то она пятнышками еще коричневая. Да. Вроде стала уже на траву похожа. Но по бокам еще коричневая сильная. Тут уже лучше намного. Здесь солнышко, влага. Видишь, у тех всех соседей пара равняют. Пошли будем, посмотрим. Какая-то зеркальная полка. Да нет, это вот оттуда. А, понятно. Может, не надо переносить это построк на место? Я думаю, что она вот здесь вот снизу будет. Ага, понятно. Пол дня здесь будет с этой стороны солнца. Ну, как до обеда, до часов до двух. Видишь, у этого соседа оказывается какой длиннющий участок. Да, и он у него узкий. Я думал, что он вот здесь вот, а это самое оборвется. Нет, нет, он до конца до этой дороги вот такой узенький. Сужаться будет. То есть там вообще вот стольчика. Странно. Представляешь, какой ему забор надо делать. Ну, вот он, наверное, и надеется, что мы поставим. Эти поставят, те поставят. С той стороны поставят. Нет, мы это поставим, но это вовсе не значит, что мы поставим за свои средства. По крайней мере, в полцены, если обойдется, то будет хорошо. Я как-то раньше не оценивал, что есть настолько бугры между дворами. Смотри. Нет, ну, правильно. Они же сначала засыпали землю, вот эту высокую землю создали. Да, я понимаю. Чтобы она потом где-то год стоит и устаивается. Только потом начинается стройка. Я понимаю. Дело в том, что, посмотришь, вот забор поставишь. Представляешь, какая высота забора украдется? То есть мы будем все равно соседей хорошо видеть, так как вот это вот, внизу забор будет стоять. Да, но выше по закону, мне кажется, нельзя. Нет, просто здесь по правилам этой комьюнити нельзя выше. Поэтому мы будем хорошо видеть соседей, а не нас. И мне это как бы немножечко не нравится. Хочется больше правильности. Ну, захочешь спрятаться, вон туда в уголок пойдешь. Да. Ну, поедем, попытаемся разыскать риэлтора, но вроде машины там нет. Оф, эту дверь надо закрывать. Иди как хочешь. Просто я не помню, была она. Закрыта или нет. Так, мы поняли, что там опенхаус, где сидит наш риэлтор, что там никого нет. И поедем сначала в магазин съездим нам кое-что, в пару магазинов. Нам надо кое-что купить, кое-что сдать. Сначала мы едем в магазин Lidl. Мне прислали сообщение из этого магазина, как они обновления присылают. Я подписалась на рассылку, что у них там рыба, семка по 4,49 за паунд. Это очень хорошая цена. Поедем, купим. Вот, и едем в другой магазин под названием Marshalls. Я там купила себе кое-какую одежду. Это не Marshalls. Это Marshalls Home Goods. Это совсем другое. Я в Google ввел, внес Marshalls, мне послали куда подальше. Тем не менее, ты войдешь вовнутрь и поймешь, по сути, это то же самое. Тот же Marshalls, только часть магазина хозяйственная. А часть магазина обычный традиционный Marshalls. Вот, я там себе купила кое-какую одежду. Скажем так, начнем предысторию. После коронавируса, вот эти я стероиды принимала, и у меня произошли какие-то проблемы с сахаром. У меня сахар перестал совсем усваиваться. И я поправляюсь даже от того, что смотрю там на мучное или на какие-то углеводы. Вот, ну и в общем-то сейчас очень сложно стало одежду подбирать себе. Приехала в магазин, Marshalls. Мерю одежду, так прям нравится. Мне в зеркало смотрю, такая я стройненькая. Домой приезжаю, надеваю эти же вещи, смотрю в свое зеркало. И я уже не такая там. Ты заметил, что в магазинах специально, может, зеркала вешают вытягивающие? Я не знаю. У меня вот такая мысль закралась. Я даже не смогу сейчас вспомнить, когда я последний раз в магазине что-то мерил. Возможно, тогда, когда только ты в Америку приехала, вот тогда, наверное. Да, все остальное время я покупала одежду, привозила ему домой. И он мерил, говорил, нравится, не нравится, вернули. Вот так вот у нас с папочкой. Магазин Lidl. Можно яблоко какие-нибудь купить. Даже если здесь они неорганические, возьмем неорганические. У нас закончились дома. Интересно, они такие желтенькие, вкусные. Я что-нибудь хочу, типа Антоновки нашей. Ну, я как-то редко здесь встречаю. Это, наверное, надо с того побережья заказывать. Ну, или каких-нибудь таких вот взять в мешочек, да и все. Вот смотри, Макинтош, я их так люблю. Давай их возьмем. А, такие берем? Да те, не. Мне кажется, вот этих надо набрать. Я просто не знала, что они здесь продаются. Это мой любимый сорт. Вот этих лучше наберем, и они сейчас на сейле. Они внутри такие, это, не желтые, аж какого-то голубоватого цвета и вкусные. Надо в пакетик найти. Специальные пакетики для них, да, здесь уже есть. Они такой особый аромат у них. У меня из-за того, что деформированный запах и вкус, у меня сейчас яблоки очень плохо пахнут. Я надеюсь, что эти не будут деформированные, потому что их оригинальный вкус и запах просто потрясающий. Пакетик. Вот это побитая сила. Заехали за рыбой и пошли, да, в разнос. Вспомнили, того нет, сего нет. Овсянка у меня закончилась. Именно за этим тоже сюда приехали. Да вроде нет пока. Ну, тогда возьму одну. Не нужен тогда одну. Так, ну и вот у нас семга. 10 паунтов лимит. По 4,49, по 4,50 за один паунд. Это просто вообще, я дешевле рыбы такой не видела. А, тут получается не по паунту они. Они уже больше паунта. Нет, по пучку. Вот, 99 вес. Я думаю, что они как раз по паунту все. Вот, они приблизительно, паунт эти куски. Окей. Вот, 93. То есть ты в любом случае где-то приблизительно возьмешь. Вот, и эта цена, конечно, просто великолепная. А мы рыбку как раз любим всеми. Я ее здесь не солю, потому что боимся. Влажный климат и как-то боюсь солить. В сухом климате она быстро превращалась в тараночку. Или не в тараночку, но подсыхала очень быстро. Ну да, вот такие-то, парочку еще. Вот это мы затарили с сенкой. А, вкусняшка. Минерал-то, ты говорила? Увидели, как его, фарш из органической говядины. Слушай, он жирный, 85. Нет, она 15% фэт. А в коско, по-моему, меньше намного. Я думаю, что тоже. Там 90 на 10. Ну ладно, посочнее будут, можно разочек взять. Молочко пару пакетов, наверное, возьмем, да? Пару пакетиков. 2%? 2%, наверное. Ну, на 37% меньше, чем в цельном молоке. Жиром. Вот папульчик, по-моему, минералка. Просто я, мы выехали из дома, я седаю с собой, беру в дорогу минералку. Это я забыла взять. И плюс у меня ее там мало осталось. Давай попробуем бутылочку. А мы такую брали уже? Мы в Алде брали, я не знаю, такую же. Нет, мне понравилось. Возьмем попробовать здесь итальянскую. Ну так, может, откроешь и попьешь сразу? Да нет, потом в машину сядем. Ну, я имею в виду... Попробуешь, поставишь обратно? Нет, ну, в смысле, это ты можешь... Купим. Ну, я шучу, я понимаю. Я на тот случай, если тебе надо больше. Сейчас мы платим и едем сдавать в Маршалс. Ну, ряды мои. Поймалась я на том, что мы вот здесь магазин тщательно на кассах следим, да? За тем, что там скидки считают, не считают. Как-то здесь это проблематичнее чуть-чуть в этой местности. С тем, чтобы спер. Ну, это-то не спер. Это я спер. Одолжил? Ну, даже не одолжил, просто взял. Получается, мы сейчас очень много рыбы купили, да? Восемь паунд. Это где-то две рыбы где-то, да, знаем, целых мы купили, так, если считать, переводить. Цель на одна рыбка, они все были большие, они по 10-12 паунд. Так, сейчас сначала сдадим, а потом пойдем посмотрим, что здесь из домашнего есть. Магазинчик. Получается, эта часть, как и везде, Маршалс, а здесь чистохозяйственный магазин. О, Хэллоуин. Вова пошла сдавать, а я похожу чуть-чуть. Как вы думаете, для чего это? Я думаю, что это для бутылок с вином. Сюда ставится бутылка, да, вайн баттл. И штопор. Вот это штопор. Это подарочный набор. И декорация для дома. Мой любимый отдел. Так, здесь, я так понимаю, подарочные наборы. Ой, жалко, что мне нельзя этого. Здесь вот много подарочков. Я так понимаю, что к праздникам уже потихонечку выставляют. А вот игрушки шоколадные. На елочку вешать. Вот так вот выглядит. Вазочка. А внутри куча шоколада. Почему-то такая красота набор стоит. Сколько? 20 долларов. Уже сдал быстренько. Вов, что спросили, doesn't fit? Меня не спрашивали. Поняли, что мне не подошло. Вот про что я говорила. Где надо обязательно зайти и посмотреть для нас. Что, нашел что-нибудь? О, класс. Вот это крутящийся и цвет хороший. Почем такая красота? 100-100 долларов. Он такой крутящийся, он чуть-чуть. Высота нам нужна именно такая. Она так и называется, counter high. Counter это поверхность столешницы. С педалями. С педалями упражнения делать попутчиком. Вот это не понимаю. Давай-ка попробуем. Будешь кофе пить. Не работает. Это так декоративно сделано. Кстати, здесь картины недорогие. Мы здесь, наверное, картины будем покупать. Потому что крутые цены. Я в прошлый раз ходила. У нас своих полно. Ну, мои, только на второй этаж. Повесим? Пустые. Нет, внизу у нас будут покупные картины. Это я только свои наверх повешу, чтобы никто их не видел. А как тебе картина-ковер? Это же картина, правильно? Чего так не придумают? Вот такие вот нам стулья нужны. А, они тканевые. Зачем руки вытирать? Да, поел. Вот такие, конечно, стулья классные. Но ткань быстро станет у нас серая. Возможно, будет удобно. Как тебе? Очень удобно. И почем? How much? 120. Здесь большой выбор ассортиментов. Главное, они такие все приятные. И вот это тоже нам может подойти. Тут неплохой. Наверняка удобные. И стоит 150. В принципе, и все барные стулья продаются. От 75 на сейли до 200. Да и дальше. Здесь большой выбор. Наконец-то музыки нет. Подобный есть. Вот он. Мне даже больше нравится. Практически такой же. 130. Чуть дешевле. Видишь, барные тоже тканевые покупать, да? Вот что-то ближе вот к этому надо. Ну, мы же не для бара их начали в конце концов покупать. Я в том-то и дело, что дети будут сидеть, и они все мною их испачкают. Они такого калибра, что ты на нем сел, и даже если ты что-то разольешь, то скорее на себя разольешь, а не на стул. Максимум, что ты запачкаешь, когда будешь его двигать, это руками браться. Слушай, вот эта полочка хорошая. А почем ванную, если? Она под столешницу подойдет. И вот такие вот полочки нужно быть нам даем. 130 рубликов камень. Жалко, что нам сейчас не надо. Да, вот я потом брать и понимаю, что камень настоящий. Жалко, что сейчас, но мы не можем еще покупать. Не хотим, а партик. Ну, так мы больше нравимся. Да. Пошли еще пройдемся. А вот картины. Хотя я не знаю, можно ли их назвать картинами. Почему такая огромная? Вот 130 долларов. Помнишь, мы в каком-то магазине по 200, по 300 видели? Это не картина, это просто декорация. Декоративная какая-то фигня. И она неплохо впишется. Это мне нравится. Тут пару пальм не хватает. Не, мне не нужно ничего не пальм вот так повесить. Сразу настроение поднимается. Лангог тебе не нужен? Три рядом вешать. Да, кстати, нормально. Я, кстати, хотела вот такими разбавить тонами у нас дома какую-нибудь комнату. Это что такое? Ой, красотки. Ну, побочек, давай мы не будем ломать. А мне вот это нравится, эфелевая башня. Это старина эти какая-то. Какая-то ночь. Я не знаю, что это. Ну, да, ночь с вот этим вот этим вот кипарисом какой-то. Да, какая-то ночь точно, да. Вот что я очень хочу. Сейчас зайти в свой дом и купить свечки. И понаставить свечи ароматизированных. Можно стоит такую штуку купить для кошки? Для котики. Для котики сколько она стоит? Потому что не на полу она будет спать тогда. Она сейчас не любит на полу спать. Ты думаешь, она полюбит такую кровать? Или вообще вот такую. Без вот этой штуки. Семьс бакс. Ну, это 50. Да, их много вариантов для кошки. Да, на нижний этаж где-нибудь поставить ей. Чтобы она не ложилась на диваны. С шерстью своей не пачкала ничего. Ну, это как, тут крутое. Да, вот это вообще даже я бы здесь жила, если поместилась. Такую мы обязательно тоже. Не сейчас, потом. Мятного какого-нибудь вот такого цвета это все сделать подушечки. Вот такую бутылень купить, поставить в угол и в нее что-нибудь вставить. Здесь всякие кусты наверняка можно найти. Так, ну а теперь поедем искать риэлтора, застройщика. Разыскивать. Пытать ее будем. Погодка, а? Погода великолепная. Вообще, сегодня обещают 84. Сколько 84 это? 84 это 29 градусов. Представляете, сегодня будет 29 градусов. 14 октября. Так, мы приехали в этот вопенхауз, где наш ред вот должна быть на ее. Нет, модель холм, да. Вот такая штука и у нас будет стоять. Ну, я не знаю, если мы купим их в секьюрити-системе, да? Ну, и так, чуть-чуть покажем вам дом. Это у них самые такие скромные, вот эти дома недорогие. Маленькая кухня. Здесь низкие потолки, видишь? Да, низкие потолки ниже. Небольшой ливенрум, все небольшое, кухня небольшая. Тогда все вот эти дома достроятся и будут проданы. Вот этот дом будет продан тоже. Пошли наверх сходим, посмотрим, что там. Вот то, что тебе не нравится у нас, балясинки в нашем доме. Вот так бы было у нас. Да, мне так больше нравится. А я вообще терпеть этого не могу. Не, мне балясинки не нравятся, это старомодно очень, мне кажется. Лучше вот так было бы. Видишь, она уже, вот я поднимаюсь, и она скрадывает вот это вот все пространство. Ничего страшного, что скрадывает. Для меня. А для меня нормально. Понятно. Так, он сейчас звонит, там нет нашей риэлтора. Там кто он? Тоже риэлторный, да? Я думаю, что просто мы работаем с ней, а он такой же выполняет функцию, как и она. И он сейчас звонит нашему прорабу, строителю, бригадиру, не знаю, выясняет, что, как, чем. Он сказал про электричество. Он вам сказал, что очень важно, что вчера подключили электричество. А мы сегодня были и не попробовали включить. А там, ну, этот, основной рубильник в гараже не включен. Ну, электричество в дом ввели. Так, давай посмотрим. Чего, блин, сколько тут спали? Не знаю. Так, это мастер-бэдром, судя по всему, наверное, да? Так, ну, мастер-бэдром неплохая, я бы сказала. Ну, как симпатично выглядит. Кстати, идеи... Далеко друг от друга, чтобы кинг-сайдс поместилось между ними. Я всегда, когда захожу в эти модельные дома, я всегда пытаюсь посмотреть для себя идеи для дизайна. Потому что здесь же профессиональные дизайнеры работали. Да, вроде что здесь, что вот это вот палочка и шторочки на колечко. Ну, так уютно, так мило. Вот как так можно? Я же обязательно повешу, будет некрасиво. Они как-то вешают так, что все красиво смотрится. Здесь линолеум. Это линолеум? Это линолеум. Слушай, ну, даже в этих дешевых домах есть вот эта дверь. И у них там пластик. Да? Почему у нас не поставили дверь? А это... Вот, когда все закончено, как все чистенько выпало. Камень. Ну да, и стены ровные. Может быть, это модельный дом делали специально ровно, как у меня. Все стены такие, все такие хорошие. Зато вот, глянь. Нет, здесь тоже есть нюансы. Они докрашены. Ну вот, посмотри, папа, чем как это вот это вот? Что это? Ну да, это... Ну да, это просто безобразие. Это ужасно. Ну, они хоть не позорились бы. Вот в этой венте, видишь, у нас еще они не стоят в нашей доме. Так, это типа лофта, да? Небольшого. Посмотри, какие здесь выключатели красивые. Мне нравятся такие. Может быть, нам... У нас здесь, получается, как бы детские. Угу. То есть, получается, три спальни, да, в этом доме? Или четыре? Раз. А, это кабинет. То есть, три спальни и кабинет, да? Ну, он приспособлен под кабинет, но у него есть клозит. А, то есть, это тоже спальня. Да, комнатки, конечно, это... Поменьше. У нас наш вариант, мамочки, да? Кухня. Да. Но только вот это не наш вариант. Ну, у нас это было апгрейд. Нет, это, по-моему, так и есть тот. Нет. А я думаю, что тот же. Это вот такой, как здесь. У нас... Нет, мне кажется, у нас такой. У нас какой-то более серый. Я изначально хотела вот этот вариант. Я изначально хотела. Нет, вот этот. У нас сразу было еще выбирать. Да, ну, это... Я искала варианты домов, когда... Ну, а потом, когда ничего не нашли, пришлось выбрать вот так. И я не жалею. Мне очень нравится сейчас вот это сочетание цветов. Вот выбор ссадинга. Есть вот такой горбатенький, а есть вогнутый. У нас вот такой, да? Угу. Так, ну и две спаленки, да? Небольшие, но все встало. Даже два найт-стенда. И этот чест встал. Отлично. Шторочки небольшие. Посмотри, куда поставить стол ребенку заниматься. Да и попутчик. Здесь не занимаются дети. Здесь столы не ставят в комнату. Я вообще у американцев не видела, чтобы столы стояли. В кабинетах стояли. Я считаю, что найт-стенды в детской комнате лишние. Ими никто никогда не будет пользоваться. Нет, один можно. Поставить лампочку, поставить там, что тебе нужно рядом с кроватью. А на его место поставить стол. Потому что у нас дети все за они занимаются. Да, кроме Коли. Да и Коли тоже это иногда надо. Так, посмотрим, что вот здесь. Сейчас, сейчас, подожди, Вов. Хочу просто посмотреть для себя какие-то идеи. Постельное белье красивое такое. Дрессер. Зеркало. Это вот типа вот как Лизина, да, допустим, комната. Ну, только у Лизы комната побольше будет. Так же окно вот в стороне где-то. Я так Лизии присматриваю. Ну, а это стоит кровать, дрессер, зеркало. Стол у нее не станет, во-первых. Ну, если только какой-нибудь небольшой столик. Вот. Будет места много дома, где можно сделать уроки. Так, в детской у нас, где девчонки у нас будут, у них получается два колечка вот таких висят с двух сторон. И в нашей ванной. И отделена стеной, унитаз и ванная. Унитаз, да. И дополнительную дверь. Так. Слушай, какой-то большой дом. Огромный. Мне кажется, здесь шесть спальни. Нет. Получается, мастер-боедром и там три спальни. Четыре спальни. Еще спальни разве? Я не видела там. Такие маленькие дома. Где здесь что все вмещается-то? Какой он маленький? Он громадный. Он 2400 этот дом. Серьезно? Да, 2400. Я точно на Яшскала. Ну что, мы вышли обнадеженные с ног до головы. Да. Разговаривали не с Джинджер, а с другим. Мы опять приехали, когда у нее выходной. А может быть ее пинком под зад? Я не знаю. Может быть она так дома продает, что ничего не продает. Не, или просто может быть плохо работает. Ну короче. Так, у нас огромные новости. Первое. Вчера. Я вчера проезжал мимо нашего дома и стоял там трак. С лестницами там, ну такой рабочий. Я подумал, может что-нибудь сделают. Ну и проехал, и проехал. Вечером мы заехали. А нет, сегодня утром приехали, сейчас вот буквально. Посмотрели, никаких перемен. А вот этот дядечка, он видимо тоже один из риалторов этой вот, застройщиков. Он сказал, что вчера нас подключили к электричеству. То есть в доме уже заведено электричество. Причем этот сделал, как его, Боб, кто это? Баби, это вот тот билдер с бородкой. А, окей. Он сказал, просто привел электриков с другого участка, говорит, и этот тоже. Они приехали на 124 участок, но он говорит, я их умолял, чтобы они приехали и сделали и ваш дом. И они приехали и сделали. Поэтому наш участок подключен. Да. Дальше. В понедельник приедет инспектор, который осмотрит полностью весь дом и составит лист. Это инспектор не застройщика. Это они нанимают постороннего инспектора, который незамыленным взглядом приедет и оценит. Слушай, мы про дверь, про стеклянную не спросили. Давай сейчас вернемся, спросим его. Вот я про стов, про газовую плиту сказал. Это все завтра будет, ой, в понедельник будет. Нет, просто полагается там вообще стеклянная дверь или нет. Вот это спросить хотелось. Ладно. Не до этого сейчас. Дальше. В понедельник вот этот лист будет заполнен. Погоди, а уборка когда-нибудь сказала? Я так понимаю, что на вторник. А, окей. Уже на следующей неделе во вторник придут уборщики, которые будут полностью сделают клинап в доме. И после этого клинап уже будут вот эти недоделки делать, которые в листе в этом. А на среду снова инспектор, который уже будет оценивать в убранном виде дом. И он сказал, что разошлют все-все-все, что не хватает, чего нет, разошлют по этим... Поставщикам, да. Поставщикам. А насчет карпита он сказал, что они уже... Он сказал, что когда-то, завтра, по-моему, карпит придет на склад. А со склада надо будет, ну, тот, кто устанавливает обычно, собирает со склада и привозит и устанавливает. Карпит установят, я думаю, что, ну, час, полтора, и это вообще минутное дело для профессионала своего дела. Давай, самую главную мысль, какую он сказал? Самую главную мысль он сказал, что мы рассчитываем подписать документы в конце октября. Он сказал, что они делают все, что сейчас они, у них это number one, наш дом, чтобы его доделать до конца октября. И closing date было до конца октября. Да, поэтому мы будем рассчитывать, или, как американцы говорят, скрестим пальцы. Получается, на две недели будем продлевать процент за фиксацию процента. Да, и... А там, если после этого придется платить просто... Опять фиксировать, только платить за 1,50... Сколько? 1 доллар. Не 38, а 51. Можно было бы на три недели. Новостей, но много будем смотреть, как оно будет выполняться. Хотя он сейчас опять говорит, ребят, я вам опять же не могу ничего обещать, потому что я вам сейчас стрекорбана обещаю. А нам из главного офиса звонят и говорят, никаких не давайте людям обещаний. Вы даете обещания, а потом не выполняете их, и люди не давали. И он говорит, вы не одни такие, которые к нам приходят. У нас тут, говорят, это, раунд. Постоянно, постоянно из этого. Траву вообще не подстригают, что ли. Ну да. Говорят, вообще здесь постоянно к ним люди приходят, такие же, как и мы, и требуют от них. Так, мы снаружи этот дом не снимали, да, у них вот этот вот модел хоум? Снаружи нет. То, что мы внутри поснимали, он, дядечка, реально так сказал, что дом 2400, да, SquareFit? Да. Пять-бедром, и что еще? Вот это помещение, в которое мы заходили, это гаражное помещение, они это все потом переделают и будут продавать. И сколько он цену назвал? 300 тысяч. Under 300 он сказал, мне кажется, что в районе 300 тысяч. Но это самый базовый этот... Да, там нету этого самого, плитки никакой нету, ничего, никаких этих дополнений нету. Плюс нижний этаж, 8 фит, потолок в нашем доме 9 фита, что добавляет очень много пространства. Самое главное, что когда я искала дома, присматривала, вот эти дома, там стоили их, цена была 240. Базовый, самый минимальный план. Ну вот, они и есть уже добавочные 60 тысяч. Представляешь, насколько повысились дома? А представь, если в нем какие-то апгрейд сделать. Слезно, верно. Это уже не 60, а 100 тысяч добавляет. Так, а там базовый был, да, все? Да, там все базовое. Везде линолеум лежал во всех ванных комнатах в Ландре. Одно я забыл спросить про интернет. Когда мне весь этот процесс запускать? Может быть, там опять надо будет ждать, когда кто-то приедет? Когда, ну вот этот, понимаешь, как долго этот процесс возьмет? А то, может быть, там тоже надо 2 недели ждать. А мы 2 недели без интернета, это вы 2 недели без видео. А стеклянная дверь в душе, я постоянно забываю про нее спросить. Ну да, и про стеклянную дверь. Вот какой раз мы до ездим и забываю спросить. Вон опять это желтое пятно, видишь? И вот там вон желтое пятно еще. И что это? Я думаю, что это делали pest control. А, ты думаешь, здесь травили жуков, насекомых в этом? Ну, надеюсь. Потому что насекомые здесь просто одолевают ужас. Да, за этим надо тщательно и строго очень следить. Ну что, друзья, мы приехали домой. Не прошло и 20 минут, как мы получили. Какой 20 минут? Сразу же, я только открыла телефон. Ну да, и как только мы пришли домой, тут же пришло сообщение от риалтера Джинджера. Который мы искали. И мы прочитали это сообщение, этот имейл. И тут написано ровно то же самое, что нам сказал риалтер там, в Model Home в этом. И мы сейчас... Не, а там она еще про стеклянную дверь, которая меня волнует, написала. Она написала, да, что они измерили дверь и ушел заказ. То есть ее сейчас будут делать, потом привезут. Но она в следующей неделе, видимо, привезут и установят. Так ты так оптимистичен, да? Я очень, наверное, надеюсь. Смешно и то, что оказывается, она была там в этом самом... Ну это мы так думаем. Когда мы ехали от застройщика, мне пришло сообщение от Татьяны скриншотом ее общения, переписки с Джинджер. То есть из этого мы делаем вывод, что в тот момент, когда мы были там, в этом Model Home, она спряталась от нас в своем офисе, ее офис был прикрыт. И она слышала все, о чем мы разговаривали с другим риалтером, но все равно она в качестве отчета нам прислала. Так как в переписке с Татьяны было написано, что прямо сейчас ваши эти клиенты у нас в офисе, она такое написала. Да, она пишет, что они в Model Home сейчас находятся. Да, откуда она могла это знать в тот момент, когда она переписывалась, что мы находились как раз там. То есть мы сделали вид, что она от нас прячется. Боится, как мы ее в прошлый раз прочистили. Да, с этим мужчиной очень мило общаемся. Ну потому что ему тоже в прошлый раз досталось. А ты с ним тогда на него сказал, типа, дай мне сказать, да? Это я его тогда прервал, наезд на нас. Окей, ну сейчас мы очень мило с ними общаемся. И они с нами. Так, ну все, давай на этом все. На этом точно все. На этом будут новости, сообщим. Всего доброго, пока. Всем пока. Будем надеяться, что сейчас будет обновление новостей намного чаще у нас начнется.